Олег, прошу... Здравствуйте. Ну... Так, у меня несколько вопросов. Сейчас мы будем презентацию? Да, Олег, чуть потише звук. Где-нибудь на 80. Поставьте его, пожалуйста. Ой, я сейчас попробую. Наверху, по центру, рядом с изображением, красным микрофона, есть движок. Так, сейчас хорошо? Вроде бы да. Да, все видно. Так немножко тихо. Чуть-чуть погромче, а то фонит. Раз, два, три. Микрофончик. Вот так фонит микрофончик, чуть потише. Да, вот так где-нибудь. Так, ну, еще раз, здравствуйте. Меня зовут Олег. Ну, Олег Александрович, кому удобнее. А здесь адрес моей электронной почты. Так, я, наверное, сниму наушники, потому что у меня тут небольшой рассеход получается. Значит, я учитель. И очень, ну, вернее, я был учителем. Сейчас я пока нахожусь в Америке и работу свою не нашел. Но, тем не менее, еще там, месяц назад я был учителем. И, ну, занимался работой с детьми. Мне очень нравилась моя работа. И мне очень нравились такие сложные вещи рассказать так, чтобы ребятишки это все попробовали своими руками, там, ногами и так далее. И вот на что я обращал внимание. Особенно, когда работал с учителями. Что, ну, вот люди заканчивают вуз. И очень часто у них нету представления о самых простых каких-то базовых понятиях. Ну, о том, с чем связаны энергии, зачем они нужны. Почему не сделать вечный двигатель. Вот такие вот вещи. И я начал замечать, что это связано с тем, что вот самые базовые вещи, самые простые. Они у меня пощупаны руками. Дальше я стал вспоминать там свой, ну, там, во втором классе в Советском Союзе я выучил таблицу умножения. А понял, как она устроена в шестом классе. Это такая странная штука. Когда в шестом классе я ходил на футбол, и там мы зарабатывали с братом тем, что собирали пустые бутылки, а потом их сдавали. Вот когда мы их выкладывали в любые, вот эти вот ящики из-под базировки и так далее. Помним, оно было 4 на 5. Вот я понял, что такое 20 и так далее. Ну, я понял, как таблицу умножения работает. Ну, а на этом слайде, ну, вот здесь мы проходим такое понятие, как устойчивость. Для того, чтобы с ним разбираться, кстати, на эту тему у меня видео нету. Этот урок я буквально придумывал на ходу и показывал. Ну, вот обратите внимание, я здесь держу ребенка, а у нее в руках, не знаю, видно вам или нет, я думаю, что нет. Отвес. Вот как я ее не поворачиваю, не кручу, в любом случае отвес показывает вниз. И, ну, знаете, да, линия пересечения, вернее, точки пересечения линии отвеса с небесной сферой вверху, это зенит, а внизу это найти. Ну, здесь мы тоже разбираем устойчивость, вот мы из-под детей забрали стулья. И вот, думая над всеми этими вещами и над некоторыми еще, я покажу вам их немножечко попозже и поделюсь своими, ну, сегодня только соображениями и вопросами. У меня нету готовых рецептов, потому что я никогда не задумывался над тем, как правильно это делать или как обобщить те вещи, которыми я занимаюсь. Я об этом задумывался, задумывался, ну, вот недели две-три назад, когда Павел меня пригласил провести этот вебинар. Итак, я сейчас вам хочу показать одно из наших видео. Так, и оно называется «Устойчивость к конструкции». Да, оно как раз связано и с этим занятием. И, ну, вот, пожалуйста. Всем привет, с вами Олег. Сегодня продолжаем говорить об устойчивости. Поехали! Для этого воспользуемся башней. Это тема для очень интересного соревнования. Можно сесть с друзьями или в классе и попытаться создать самую высокую конструкцию. Какой она должна быть? Мы уже поняли. С очень большим основанием и с центром масс как можно ниже. Кстати, центр масс можно находить следующим образом. Постепенно перемещать опоры по направлению друг к другу. Они сойдутся, ну, в данном случае мои руки, в месте, где находится центр масс. Где-то здесь. Проведем несколько экспериментов с моей башней. Для этого мне понадобится штифт и канцелярская резинка. Я закрепляю канцелярскую резинку в месте, где приблизительно находится центр масс. Давайте посмотрим, насколько резинке необходимо будет растянуться, чтобы мне опрокинуть башню. Вы видите, что она стоит на очень узеньком основании. И когда я буду тянуть в эту сторону, основание гораздо уже, чем когда я буду тянуть вот в эту сторону. Так, резинка почти не растянулась, и я легко опрокинул свою башню. Давайте попробуем тянуть в другую сторону. Я специально сделал такую неэффективную конструкцию, чтобы было понятно. Итак, резинка достаточно серьезно растягивается, и башня, тем не менее, заваливается. Перевернем башню. Мы видим, что площадь основания стала значительно больше. Мы видим, что в данном случае центр масс находится значительно ближе к земле. Итак, некоторые усилия мне понадобились. Попробуем ее опрокинуть вот в этом направлении. Я очень существенно... Уже просто так башня не заваливается, и мне необходимо поставить что-то, чтобы ее завалить. Вы видите, как растянулась резинка перед ее заваливанием? Что говорит о том, что я прилагаю значительно большее усилие для ее опрокидывания. Давайте еще опустим центр масс нашей башни. Для этого воспользуемся колесами VEX. Я подсоединяю их как можно ближе к основанию. С левой и с правой стороны для того, чтобы сохранить симметрию. И пытаюсь опрокинуть нашу башню. Это уже очень непростая задача. Давайте я снова подставлю руку. Мы видим, насколько сильно растягивается наша резинка. Ну и даже так опрокидывание, по сути, происходит очень поздно. Пишите, что вы об этом думаете в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока! Так, ну что, продолжим. В этом видео есть какие-то свои достоинства и свои недостатки. И мы о ней поговорим немножечко позже. Но есть вот такая штука. Построить большую башню ребенку интересно. А вот резиночкой ее тянуть, это вот им как-то не очень. И вот мне показалось, что было бы здорово, чтобы они могли не только такую башню построить, пощупать. А, кстати, ребятишки придумали для таких башен очень много всяких заданий. Например, сделать максимально неустойчивую башню. Ну, вот, проем, несколько штук. И дальше будем на нее при помощи, ну, не знаю, какой-нибудь крышки. Которая раньше упадет, это, значит, лучше всего сделано. Вот такой, знаете, тест на обратность. Чем хуже, только лучше выполнить задание. И это лучше запомнится. Но. Так, одну секунду. Так, секунду, секунду. Так, я потерял. Итак. Вот тоже наша классическая задача. Я очень люблю детям показывать колеса. И показывать их, ну, с одной стороны и с другой стороны. Ну, вот как раз эта проекция колес. Я не очень знаю, как сделать вот абсолютно правильно. Но у меня есть такое представление, что очень важно двигаться в каком-то направлении. Очень важно что-то показывать и обсуждать. Очень важно задавать вопросы и высказывать свое мнение. Так. Ну, дальше. Ой, вот важная штука. Первый вопрос. Лекция или самостоятельная работа? Каково соотношение? Ну, совершенно очевидно, что человек должен воспринимать информацию по-разному. Но мне-то хочется, чтобы достаточно серьезные вещи ребенок мог попробовать и так далее в начальной школе, в средней школе и так далее. Мне очень важно, чтобы он был мотивирован. Далее. А насколько лекция, она вообще предполагает обратную связь? Это очень сложный вопрос. Ну, чаще всего да, но не очень сильно. Может быть, имело бы смысл как раз попытаться вот весь этот материал и быть в каком-то одном месте, который, ну, вот сделан ярко, провокационно, интересно, наглядно. И вот обратите внимание, я все время там использую канцелярскую резинку. Это очень важная штука, меня ей научили еще когда я был студентом. Важно не только полагаться на свои ощущения, важно уметь доказать, что то, что у тебя происходит, происходит на самом деле. Вот это не то, что я, у меня есть какое-то усилие, да, которое я прилагаю к разным точкам этой башни, что это усилие, что вот я чувствую, оно здесь больше, а здесь меньше, чтобы ее упрокинуть, а здесь еще меньше. Тут гораздо более такая правильная вещь, у нас есть измерительный инструмент, да, это резинка, чем сильнее она растягивается, тем, понятно, ну, мы больше усилия прикладываем. Далее, ну, вот еще раз я говорю, с резинками тема, когда проходит хорошо, ну, когда мы измеряем в разные точки зверину, прикладываем, ну, какой-то объект, который растягивает резинку, да, ну, у нас дверь, это либо рычаг второго рода, либо рычаг третьего рода. Вот это детям весело, опрокидывать башню весело, а измерять вот эти вот усилия, ну, ни в какую, но с другой стороны, у них есть возможность посмотреть эти видео. Дальше, вот у меня следующий пункт, это обобщение. Это тоже для меня большой и серьезный вопрос. Мне очень хочется, чтобы они умели обобщать, ну, какой-то материал. Если я это буду делать за них все время или накалкивать на какие-то мысли, то этот навык не возникнет. А с другой стороны, вот опять же, здесь появляется классная возможность. Ребенок поработал со мной, ребенок пришел домой, и ребенок это все посмотрел и послушал. И заново это все обсудил. Далее, вот третий вопрос. Видеоблог, это традиционная форма или нет? Вот много лет назад, когда я работал еще в Екатеринбурге, в Уральском государственном педагогическом университете, мы очень долго спорим. А какой контент можно считать электронным или цифровым, а какой нет? Ну, тут я не буду уступать в дискуссию. Я считаю, что, ну, если мы говорим о каких-то электронных учебниках, еще что-то, то здесь важный критерий – это его интерактивность. А все-таки, ну, во всяком случае, уж мой видеоблог, точно, это, ну, это просто, это лекция, которая сделана динамично и быстро. Есть ли возможности это делать по-другому? Ну, конечно, да. Просто я ими не пользуюсь, и это не очень хорошо. Ну, мы знаем, что есть курсы, где, ну, на той же самой курсерии очень много прошел таких курсов, где в ходе, ну, лекции прослушивания какого-то видеоматериала возникают вопросы. Это уже неплохо. Где есть тестовые системы, которые тебя отправляют в зависимости от того, что ты умеешь и что ты знаешь. Это тоже здорово. Но вот это та часть, которую я даже не представляю, как начинать прорабатывать. Но эта попытка делается. У нас есть учебник по технологиям. Он находится на страничке vex-academia.ru. Он устроен каким образом? Там есть вот эти же самые видеоуроки. Там есть теоретический материал. Он такой глубокий обобщен. Это возвращает нас к пункту 2. Ну, там, например, рассматриваем, ну, как вот такая технология, как использование рычага помогла человеку, как изменилась жизнь. Ну, или какая-то другая технология, как изменялись технологии строительства. Ну, это вот один из таких пунктов, это глубокие такие теоретические сведения. Кроме того, мы там расположили сценарии наших уроков. Ну, это пошаговая некоторая инструкция для учителя. Там есть инструкции по сборке, есть лист для ученика. И вот это единственная часть, которую можно было бы назвать интерактивной. Потому что туда вносит что-либо ученик. Но, тем не менее, вот у меня остается большой вопрос. Как сделать такие вещи, вот, по технологии, по роботам, а более, более, такие фитбочные, с обратной связью. Да, кстати, здесь в Америке у меня ребенок, вот он входит в школу, в пятый класс. Вот те учебники, которые сделаны здесь по английскому языку, по истории, по математике, они просто меня поражают, потому что там интерактивность на все 100%. Там любое действие тебе могут уже в систему прокомментировать. Эта система покажет тебе, почему у тебя возникла ошибка и так далее. Но вот у меня этого представления нет, и это будет следующий большой шаг. И если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, то я бы с большим удовольствием их послушал или прочитал. Так, что у нас дальше? А давайте я вам покажу какое-нибудь очередное видео. Ну вот смотрите, вот, например, топор из конструктора. Оно очень долго загружалось. Да, обратите внимание, эти названия придумываю не я. Они такие вот специально сделаны провокативные, чтобы цеплять аудиторию из ютуба. Здесь, как всегда, есть резинки, от них никуда не уйдешь. Это такой измерительный прибор. Но давайте посмотрим. Так, я запускаю. Всем привет, меня зовут Олег. Сегодня продолжаем говорить о механизмах. Поехали! Основная мысль прошлого видео заключается в том, что, используя механизмы, мы можем стать либо быстрее, но слабее, либо медленнее, но сильнее. Разовьем нашу мысль. Для этого воспользуемся конструктором VEX IQ и канцелярскими резинками. Я собрал вот такую фигуру. Это подставка и две пластины, которые соединены между собой шестью штифтами. Также я поставил сюда резинку. Я взял балку VEX и к ней точно так же приделал канцелярскую резинку. Начнем наш эксперимент. Для этого я немножечко расклею наши пластины. Моя задача, растянув вот эту резинку белого цвета, разъединить пластины. Я растягиваю, 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 но мне все равно это не удается. Попробуем произвести этот эксперимент по-другому. Это устройство называется клин. Подобным образом работает, например, топор. Давайте рассмотрим, что у нас произошло. Это полено. А это топор. Топор ударяет вниз. Полено может разойтись максимум вот на такое расстояние. В то же время топору для того, чтобы полено вот здесь разошлось на это расстояние, необходимо пройти вот такой путь. Таким образом, используя топор, мы выигрываем в силе, но проигрываем в скорости. Запомним этот принцип и постараемся очень часто использовать его в дальнейшем. Если у нас есть один и тот же ресурс, одна и та же энергия, мы можем ее использовать таким образом, что у нас будет какое-либо движение очень быстрым, либо мы можем делать что-либо медленно, но при этом выиграть в силе. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был Олег. Пока! Итак, ну, когда мы снимали это видео, мы не предполагали, насколько плохо передается масштаб. То есть, ну вот, основная идея какая была? Что если мы не используем клин, да, то там резинка, она вот так растягивается, а с клином, ну, совсем немножечко. И это было видно вот прям. А на видео нет, потому что с разных камерах снимали, потому что по-разному увеличивали и так далее. Вот есть тут такая вот особенность. Но тем не менее. Для кого мы изначально снимали? Ну, нам казалось, что это учителя неравнодушные родители, что это продвинутые школьные. Но оказалось, что мы нашли в качестве, как вот, например, написал робот, и зачем я его сейчас забыл. Но тем не менее. Но оказалось, что есть издательства, есть люди, которые предлагают образовательные решения, и которым интересно, чтобы о их продукции рассказали и рассказали о том, как ее можно использовать в учебном процессе. И вот, ну, это отдельные вообще восторги по поводу того, насколько выразительное оборудование сейчас есть и насколько выразительный материал сейчас есть у учителя для того, чтобы заниматься вот такими вот вещами. Что касается целевой аудитории. Ну, совершенно очевидно, что мы в нее не попали. То есть, мы, ну вот, учителя это не особо смотрят. Ну, и у нас 4 тысячи подписчиков, поэтому мы накопили годы за три, наверное, нашей работы. Ребятишки. Ну, ребятишки... А, ну, правда, насколько я знаю, вот в Москве есть... Так, вот с того же вылетать из головы всего-то месяца не живу в Москве. Московская электронная школа, что-то такое. Насколько я знаю, этот канал там очень часто используется, и наши видео, они хорошо идут на урок. Но дома, или мы вот думали, что родитель посмотрит это все с ребенком и будет знать, чем с ним заниматься, вот это не выпало. В общем и целом, ну, насколько мы понимаем, у нас очень хорошо просматриваются видео, которые связаны с какими-то, знаете, китайскими изделиями, по которым мы там немножко рассказываем, но даже не показываем, как работает, не пишем программы, не оживляем их никоим образом. Ну, вот это интересно. Но, тем не менее, вот для нас именно такая подача материала с образовательным уколом, с такой вот наглядностью, она важна. И поэтому, ну, мы готовы отказываться от нашей какой-то части аудитории, но, тем не менее, выпускать, ну, вот такие вот видео, которые требуют некоторой подготовки, некоторой сосредоточенности и требуют вовлеченности в процесс. Так, какие у нас есть видео? Ну, понятно, что большая часть это видео обучающее. Что у нас есть? Ну, у нас есть видео, которые посвящены платформе Лего образовательной, она называется ЕГ-3. У нас есть рекламные видео, и один из этих роликов я вам сейчас покажу. Ну, мы стараемся и рекламные видео делать тоже такие обучающие. У нас есть интервью. Ну, это интервью либо с участниками соревнований, и, ну, это здорово мотивирует и здорово показывает, ну, какие есть дети. Это на самом деле, вот прям, потому что, когда с ними общаешься, ну, просто захватывает их. Когда там 12-летний ребенок хорошим, технически грамотным языком рассказывает, что он сделал, это восторг. И смотреть-таки интервью, это восторг. Так, и очень хорошо на канале проходит, вот когда мы снимаем какие-либо робототехнические мероприятия. Давайте-ка я вам покажу сейчас один из роликов, который был стопроцентно рекламным. Но даже рекламный ролик мы постарались сделать так, чтобы в нем была, ну, такая обучающая просветительская основа. Да, если на канале видите второй ролик, он тоже посвящен закону Бернули, я его абсолютно неверно там применил. И была хорошая такая дискуссия на Фейсбуке. Ну, давайте я тоже расскажу, но если вы зайдете на канал и напишите, что вы с вами не согласны, тоже будет хорошо. Я там объясняю, как летает бумажный самолетик. И я говорю, что он хорошо летит, потому что там закон Бернули. А на самом деле закон Бернули работает в обратную сторону, он должен его прижимать, этот самолетик. И вот один из моих друзей, их жизненный Фейсбуке, его зовут Юрий Рождествен, он занимается самолетиками. И вот маленький самолетик, это его идея. Он говорит, ну, Олег, ну, какой тут закон Бернули? Так здесь же все наоборот. И вот у меня замкло, но это классно. Классно, что есть контент, в котором есть ошибка. Да на здоровье. Классно, что есть вещь, которую можно обсуждать. Ну, тем не менее. Итак, видео называется «Это научит тебе механики». Так, запускаем. Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал ZTEK, и рубрика «Весело и полезно». Именно в этой рубрике мы собираем и играем в наборы VEX Robotics от HexBug, а затем обсуждаем, как сделать эту игру полезной. Поехали! Сегодня мы разбираем набор Zipfire Launcher. У нас в коробке находятся несколько пакетов и инструкция к сборке. В нашем наборе есть винты, элементы для сборки, в данном случае пластины, зубчатые колеса, оси, штифты, фиксаторы, муфты. Короче говоря, начинаем. У меня осталось несколько лишних деталей, но это связано с тем, что, видимо, можно их заменять и строить какие-то другие интересные объекты. Давайте посмотрим, как это все работает. Ловить эту штуку очень тяжело. Я не знаю, на какую она высоту подлетает, потому что у меня здесь потолок, и она просто вращается на потолке. Производитель обещает 50 фуктов, что соответствует приблизительно 15 метрам. В студии невозможно было оценить высоту подъема пропеллера, а здесь это сделать ого-го, как возможно. Поехали! Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это да! А теперь настало время поговорить о том, какую пользу извлечет мой ребенок из данной игрушки. Прежде всего, я хочу, чтобы та конструкция, которую создал мой ребенок, была прочной и устойчивой. И здесь нет претензий. Обратите внимание, в основе любого узла конструкции лежат треугольники. Это очень прочная и устойчивая к деформациям конструкция. Далее. Здесь используется так называемая реечная передача. Обратите внимание. Затем мне необходимо ускорить то движение, которое идет от моих мышц. Для этого используется повышающая передача. Вот она. Большое зубчатое колесо вращает малое. Ну и самое последнее. При помощи конических зубчатых колес я разворачиваю ось вращения. Вращение осуществляется вот так. Ну и самое главное. Вы должны быть готовы к тому, что в любой момент ваш ребенок задаст вам вопрос. А почему летает самолет? Как работает вертолет? Все очень просто. Если у нас есть два потока, неважно, газа или жидкости, и скорость этих потоков различны, то у нас обязательно возникнет разность давления. И эта разность будет таковой, что там, где скорость больше, давление будет меньше. Вот так и в крыле. Скорость потока ветра, который огибает верхнюю часть, значительно выше, чем скорость потока ветра, который огибает нижнюю часть лопасти. За счет этого и возникает давление, которое заставляет наш винт при вращении подниматься вверх. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег. Пока! Так, ну, продолжаем. А вообще, конечно, я здорово завиду нашим детям, потому что таких выразительных игрушек, ну, совершенно очевидно, что там у меня в детстве не было. Но об этом есть, наверное, и свои минусы. И так, ну, вот, это такой вот тоже важный принцип. Все, про что бы мы ни рассказывали, мы стараемся найти что-нибудь такое. А, о-о-о! Ну, вот здесь очень много такого нашлось. У меня, к сожалению, видео прерывалось, и поэтому, вот, я сам его на YouTube не так часто смотрю, потому что, ну, я не очень люблю свой голос и так далее. Но тем не менее, здесь мы нашли и принцип устойчивости, и мы рассказали про речную передачу, и рассказали про закон вернули. И, кстати, вот я сейчас тоже не гляну, там, ну, у меня есть оператор, тоже, давайте эту историю, я думаю, немножечко похоже рассказать, но тем не менее, это мой ученик. Он ко мне пришел, когда ему было 10 лет. И это было последнее занятие, на которое он собирался приходить. Сейчас ему 23 или 24 года, это такой, да ладно. Ну вот, да, вот мы столько лет вместе. И это его идея была, вот делать этот канал, ему было интересно слушать. Ну, учился он так себе. И вот, и очень часто видео выходит на канале, я говорю, давай перемонтируем там еще что-то. Вот я сейчас не очень видел, как... Мне зачем-то карать по демонстрации зубчатых передач. Ну, ладно. Значит, И, значит, он, у него, ну, неправильные стрелочки огибали крыло. То есть тоже получалось, что разница давления вниз утаскивает. Так. Ну что, давайте дальше двигаемся. Итак. Это то, что я попытался сформулировать, но еще раз оговорил. У меня нету такого ощущения... Да, вот сейчас эмоции важны. Я сейчас про это как раз и хочу поговорить. Это вот отличие от классической лекции, что здесь возникают вот тут всякие такие штуки. Сейчас я в одном из видео это покажу. Смотрите. Мы очень долго, вот с моим напарником Игором, спорили, должны ли темы вытекать одна из другой. И первый курс, который мы снимали, он очень скучный, можете посмотреть, он называется VEX EDR. Там я 15 минут в одном ролике рассказываю о том, как устроено выпрограммирование ИСИ. Мне тогда казалось, что вот нужно все рассказать сначала об самых общих чертах, а потом, ну, как это устроено и внутри. Сейчас я совершенно не так делаю, и когда преподаю, и когда занимаюсь видеоблогингом. Но тем не менее, вот Егор, он не хотел, чтобы темы вытекали одна из другой. И когда мы снимали второй курс, я как раз попытался сделать так, как он говорит. Вот второй курс, это то, что вот вы сейчас посмотрели, то, что вы сейчас посмотрели, это вот принцип топора, так видео называется, но на самом деле, конечно, предполагалось, что просто клип или там золотое правило механики, устойчивость и так далее. Но потом, когда мы перешли к более сложным темам, когда я попытался объяснить с точки зрения поведения рычагов, как работает лупчатая передача, то, ну, вот оказалось, что лучше, чтобы темы вытекали одна из другой. Вот. Далее. Атомарность. Вот это я сейчас вам покажу одно видео, оно мне очень нравится. Но здесь нет принципа атомарности. Вот как и мне кажется, и мы с Егором тут сошлись, и это Егор было, он все время следил. Одно видео, одна маленькая короткая тема. Вот посмотрите, сейчас хорошее видео, вот прям очень хорошее, но оно не атомарное. Давайте. Скажите, пожалуйста, у вас видео идет? Нет. Всем привет, с вами Олег, сегодня продолжаем говорить об устойчивости. Поехали! Для этого воспользуемся башней. Это тема для очень интересного соревнования. Прошу про освещение. Так. Одну секундочку. Оно хитрости конструирования называется. Ну, вот, это как раз был тот период, когда вот всем хотелось поделиться за один раз и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео целиком и полностью посвящено конструированию. Поехали! Сразу же скажу, для того, чтобы научиться конструировать, необходимо много конструировать. И вот вам первая задача. Сделать длинную указку. Я сделаю длинную и удобную указку. Ну что же ты? Ээээ... Я совершил очень распространенную ошибку начинающих робототехников. Соединил две части при помощи одного соединяющего элемента. В данном случае четырехмодульного штифта. И, видимо, совсем другое дело. И так, вот первое правило. Соединение происходит всегда в двух местах. Продолжим. Теперь создадим деталь, которая состоит из трех элементов. Понятно, что это будет треугольник. Обратите внимание, я везде креплю на один штифт. может быть, это особенности американского... Мы видим, что у нас получилось. Здесь очень тяжело... Очень жесткая конструкция. Но трафик и очень хорошо... Продолжим. Соберем четырехугольник. Четырехугольник не получился. У нас достаточно жесткий. Как же достичь жесткости? Первые два способа вам уже понятны. Воспользовался... Так. Да, хитрость... Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее видео целиком и полностью посвящено конструированию. Поехали! Сразу же скажу. Для того, чтобы научиться конструировать, необходимо много конструировать. И вот вам первая задача. Сделать длинную указку. Я сделаю длинную и удобную указку. и жесткостью устойчивых чего-то. Ээээ... Я совершил очень распространенную ошибку начинающих робототехников. Соединил две части при помощи одного соединяющего элемента. В данном случае четырехмодульного штифта. Ну и получается на скольких занятиях они известные объекты. Хэкс роботикс от Хэксбак, а затем обсуждаем, как сделать эту игру полезной. Сегодняшнее видео целиком и полностью посвящено конструированию. Поехали! Я сразу скажу для того, чтобы научиться конструировать, необходимо у нас коробки находятся несколько фонтеров и конструкция длинную указку. Я сейчас пытаюсь допустить хитрости к инструированию. В нашем наборе у меня пока не очень получается, но очень распространенная ошибка. Вы пока попробуйте ничего варить, а я ее буду запускать. Данном случае пластины соединяющего элемента. Друбчатые колеса, оси, штифтники, саторы, муфты. Короче говоря, начинаем. И те, которые были уже показаны. И склады. Продолжим. Теперь создадим деталь, которая состоит из трех элементов. У меня осталось несколько деталей, но это связано с тем, что, видимо, можно их заменять и строить какие-то другие интересные объекты. Давайте посмотрим, как это все работает. Я беру нашу старую программу. Обратите внимание, количество функций в четырех растет и растет. Вы видите, эту штуку очень тяжело. Я не знаю, на какую она на высоту подлетает, потому что она у меня здесь потолок и она просто вращается на потолке. Производитель обещает 50 фунтов, что соответствует приблизительно 15 метров. В студии невозможно было оценить высоту подъема пропеллера, а здесь это сделать ого-го, как возможно. Поехали! Ого-го! Ого-го! Вот это да! А теперь настало время поговорить о том, какую пользу извлечет мой ребенок из данной игрушки. Ну и последний способ. Прежде всего, я хочу, чтобы та конструкция, которую создал мой ребенок, была прочной и устойчивой. И здесь нет претензий. Обратите внимание, в основе любого узла конструкции лежат треугольные. Это очень прочная и устойчивая к деформациям конструкция. Далее, здесь используется так называемая речная передача. Обратите внимание, если тебе что-то сказали отрицательное, затем мне необходимо ускорить то движение, которое идет от моих мышц. Для этого используется повышающая передача. Вот оно. Большое зубчатое колесо вращает мало. Ну и самое последнее, при помощи конических зубчатых колес я разворачиваю только вращение. Вращение осуществляется вот так. Ну и самое главное, вы должны быть готовы к тому, что в любой ваш ребенок задаст вам вопрос, почему летает самолет. Как работает вертолет. Стоь, что у нас нет два потока. Неважно, газа или жидкости, и скорости этих потоков различны, то у нас обязательно возникнет разность давления. И эта разность будет таковой, что там, где скорость больше, давление будет меньше. Вот так и в крыле. Скорость потока ветра, который огибает верхнюю часть, значительно выше, чем скорость потока ветра, который огибает нижнюю часть лопасти. За счет этого и возникает давление, которое заставляет наш лимф при вращении подниматься вверх. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Мы разберем с вами был Олег. Пока! То сможем делать абсолютно устойчивые конструкции. Итак, я снова фиксирую свой параллелепипед и воспользуюсь прибором, который сделал из простой канцелярской скрепки и резинки. А резинка здесь необходима только для того, чтобы вам было лучше видно, что происходит со скрепкой. Пересечение диагоналей я устанавливаю мою стрелку. Обратите внимание, стрелка направлена вниз, осуществим наклон нашего параллелепипеда. Он сохраняет свою устойчивость и линия нашей стрелки по-прежнему попадает внутрь основания. При дальнейшем же наклоне линия нашей стрелки в основание уже не попадает. Происходит заваливание. Таким образом, вот вам методика построения наиболее устойчивых фигур. Нам необходимо смещать центр массы. Для этого необходимо либо нагружать основание, либо делать его большим. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока! А ведь эмоции лучше всего формируют рефлекторные люди. Вот. Это, кстати, не всегда хорошо, если я не забуду, мы об этом поговорим, потому что от некоторых рефлекторных духов потом приходится избавляться. А ведь если говорить о науке, то на карту что вы поняли некоторые принципы в некоторой системе, а дальше что оказалось? Дальше оказалось, что этот принцип он еще более обобщен в другой системе. И нужно всегда переходить на новый уровень абстракции. Ну, освоил эту классическую механику, пользуешься основным уравнением динамики. И чего? И дальше следующий уровень. Рефлекторные виды остались. И вот это может быть не очень хорошо. Следующий по поводу которого вы спорите? Это провокационность. Видели, да? Все мы видели это ужасное видео из Boston Dynamics. Ну, любое видео, а уж особенное название, но за них я не отвечаю, это всегда вот такая штука. А что так? А почему? А почему этим надо заняться? Ну и научная достоверность. Научная достоверность, она достигается двумя путями. Ну, первое, мы стараемся все измерить. Вот видели, резиночки, секундомеры, вот все, что не измерено, в это верить нельзя. Сейчас вот у нас здесь разгорелся такой жестокий спор с учеными из Калтеха по поводу глобального потепления. И спорты на чем строятся? На достоверности данных. Вот прежде всего нужно говорить о данных. лучше всего, если эти данные получены без участия человека. Кстати, это вот та штука, которая в скором будущем будет освещена на нашем канале. Мы делаем из наших конструкторов некоторые установки. Установки классические для например определения ускорения свободного падения и разные методы и естественно получается существенно разными увеличены. есть гироскопический датчик и мы строим маятник, но он не настоящий математический маятник, потому что нить у нас это вот эти балки, а они мягко говоря, не весомые, потому что там много есть этих датчиков. Далее, что еще? мы измеряем объект пролекает между двумя датчиками расстояния и это то, что мы еще не сделали, не сделаем, это разматывается не вегрузом. Там скорее всего самый непрочный будет результат, но это очень интересная штука вот эти вещи проверять. Далее, классический эксперимент по определению коэффициента плания, когда мы поднимаем поверхность. Лучше всего, когда человек ее не поднимает. Когда ее поднимает ровно, а датчик касания фиксирует, когда началось движение, а угол тоже измеряет не человек, а вот этот самый гироскопический сенсор. Кстати, вот еще одна неверная штука, которая всегда возникает, и про которую, сколько бы я ни говорил, она тяжело заходит в мозги. Вот этот сенсор называют гироскопом, но ведь это не радует гироскоп. Вот это близко даже не гироскоп. Гироскопический сенсор это еще туда-сюда, но гироскопического сенсора и гироскопа абсолютно разные принципы работы. Да, еще про классические вещи. Это ужасный кошмар, когда говорят про рычаги и плечами, ну, всегда говорят, что плечо идет по самому рычагу, да, а ведь ну, это ни разу, ну, в смысле, это в одном случае из бесконечного количества других случаев это является плечом, вот, с этим возникают жуткие проблемы. Потому что плечо это кратчайшее расстояние, да, от оси вращения, там, до линии действия силы, понимаете? Не то точки приложения, а до линии. Ну, с этим бороться, по-моему, бессмысленно. Но, тем не менее, мы пытаемся это делать. Да, сейчас еще какую-нибудь классическую штуку вспомню. Ну, не, наверное, так легко не выйдет, но, тем не менее, очень много видео у нас посвящено закону, ну, незаконно, незаконно сохраненной энергии, скорее изменения энергии, да. Мы очень много видео, ну да, мы делаем машинку на резином моторе, а затем нормально обсуждаем, какая энергия, куда переходила, каким образом. это, кстати, очень большая часть моего курса для начальной школы. Дебятишки должны языком энергии владеть. И вот здесь тоже есть такая штука очень важная. люди как-то уходят от вопроса, а что такое энергия, а что уходить-то? Ну, это такая категория, которая не может определяться. Наоборот, понимая, что у нас есть энергия, можно определять другие вещи. Так, ну что, давайте попробуем запустить хитрости конструирования, чтобы увидеть, не, видимо, не запустятся, но мы еще несколько секунд подожду. нет. Так, видео не идет. Хорошо, забудем про видео. Так, по поводу атомарности, детализации. Олег, я прошу прощения, я сейчас принимаю кое-какие меры, может быть, удастся загрузить меньший вариант этого видео к концу вебинара, тогда его покажем, я тогда дам знать, хорошо? да, 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 так, о томарности, смотрите, я уже просто начал это забывать, но когда-то я базу данных читал курс студентов, и там атомарность, это вот в данном случае, это один ролик, одна тема, не полторы, без заскоков вперед, без заскоков назад, потому что как я веду занятия, я всегда немножечко вперед что-то расскажу, чтобы через месяц или два ребенок думал, что он это уже все слышал и все про это знает, это такой важный это такой целый это такой важный момент, у меня сестра моя двоюродная на эту тему диссертацию защищал, что очень важная штука заложить ребенку в голову на будущее, вот, так, ну, мы пойдем дальше, вот, один ролик одна дидактическая единица, очень точно, так, с ошибкой написано когнитивные искажения и вот это ошибка проекции, это самая большая проблема, когда занимаешься видеоблогингом, прям, один ролик одна дидактическая единица, ну, так хорошо, вот, смотрите, всегда кажется, что кто про что рассказывает, все знают, все знают, ну, ты знаешь, значит, и все знают, и наоборот, смотрите, я вернусь, то есть, не то, что не распыляться, я считаю, что распыляться, это хорошо, потому что это мое будущее, но это нехорошо, на мой взгляд, а я еще раз беру ответные недели над этим я очень мало обобщал то, что мы делаем, меня Павел Юрьевич позвал, я начал об этом думать, я очень мало думал, вот в общем проблема, тут дело не в распылении, распыление это в целом хорошо, это заделание будущее, но здесь лучше всего, вот, разложили, как в суде, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, пролете, и вот это, ладно, вернемся к ошибке проекции, так вот, лучше простыми словами записать 10 роликов простых, да, чем в один ролик собрать все свои сомнения, ну, как я это сейчас с вами делаю, но это подготовленные аудитории, чем в один ролик собрать, и вот у меня еще был такой комплекс, вот это слишком просто, а люди же подумают, что, нет, это так не работает, а, а, это работает по другому принципу, что ярко, коротко и аккуратно показал, сделал выбор, ну, и должно быть какое-то доказательство обязательно, вот, я к этому, ребятишек, ты сделал лучше, если у тебя робот быстрее по трассе проехал, ты сделал лучше, если там меньше усилия приложил, ты сделал лучше, если потратил меньшее количество деталей, это объективные вещи, вот, а здесь, ну, вот, ошибка проекции, это очень тяжелая и страшная ошибка, которая диким совершенно образом влияет на то, что ты делаешь, ты либо слишком сложно рассказываешь, либо слишком просто, и меня ругают и за то, и за другое, я очень не так отношусь к оценочным суждениям чужим, но тем не менее, люди, вот это важно, которым интересно, которым интересно попробовать то, что делаю я, как-то применить в своей работе, они частично тоже говорят, это слишком просто, или, ну, перемудрил. кстати, по поводу таких роликов, вот на канале есть рубрика, называется «Все обо всем», здесь я рассуждаю, ну, там, например, что такое технология, да это не устоявшаяся тема, но тем не менее, для того, чтобы о чем-то начинать разговаривать, нужно построить модель, человеческое мышление, это всегда моделирование, это некоторое упрощение. Мне очень нравится, Юлия Борисовна, то, что вы говорите, открытость и доступность информации в блоге для человека-слушателя любого возраста. Вот, мне это когда-то третьеклассники сказали, раз нам непонятно, значит, вы не очень хорошо рассказываете. Любые вещи, они рассказываются на пальцах. Вот, это совершенно точно и совершенно очевидно. Это очень важный принцип. Это принцип, насколько ты хорошо погружен в материал. Вот, еще раз, то, что я вам сегодня рассказывал, вы видите, это очень сумбурно получается, и я вижу, что очень много помощи и поддержки от вас, что вы сходу как-то можете раз и ну, 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 если речь идет о каких-нибудь рычагах, я не знаю, основном уровне не динамики, о обратной связи и отрицательной, то это вещи, которые я здорово через себя пропустил, и человеку, который никогда с этим не сталкивался, человеку, у которого вот такой хороший, гуманитарный склад ума, я понимаю, как про это рассказать. так, где, ой, слушайте, вот это мне очень нравится, это то, про что я вам хочу рассказать, что если вдруг вам захочется это делать, на сегодняшний день, вот даже обратите внимание, я не знаю, я не буду сейчас переключать камеру, я буду с этого делать, что я буду с вас потерять, ну, в общем, что сейчас происходит, у меня стоит мой телефон, а к нему приделана вот такая штука. Сейчас я вам покажу. Вот я в кольцо, и вот в принципе, вот это нормальное, более-менее оборудование, можно еще сзади подсветить, но всем этим занимаюсь не я, а мой ученик его. Смотрите, вот это одна из наших студий, да, кольцо шикарное, смотрите, вот здесь вот расстояние между, вот я не воспользовался этой возможностью вот так делать. Вот это расстояние это два с половиной метра. Снимали мы, Юлия Борисовна, я сейчас это прокомментирую, снимали мы на расстоянии, снимали мы, тогда это был фотоаппарат Canon 50D, он уже тогда стоил не так дорого, он был поддержанный тысяч двадцать рублей. Вот эти вот софиты, давайте я сейчас вам уже отведу как-то, это Егор купил тарелки в УКЕ для салата, это салатницы, и обклеил их изнутри фольгой, вставил туда лампочки очень яркие и сверху обтянул ткань. Вот это такое оборудование для съемки. Вот эта вот синяя штука называется хромакей. Почему она синяя? Потому что синий цвет проще всего вырезать. Видели у меня там на заднем фоне какие-то штуки. Вот. Это, ну, теперь давайте нас стали выгонять из одной студии, из другой. Это, ну, собственно, моя квартира в Москве. Значит, вот эти софиты Егор приобрел долларов, наверное, по десять на Алиэкспрессе. Обратите внимание, вот здесь мы уже снимали камеры сверху. Ну, это, собственно, вот Егор изверг и мучитель. Вот. Лучше, если, конечно, между мной и камерой расстояние метров семь-восемь, а фокусное расстояние у объектива миллиметров восемьдесят. Это для полфрей. Вот. Но что-то мне подсказывает, дорогие друзья. Я сейчас объясню, почему зеленый-красный часть оправил Ильича Твича. Значит, мне кажется, что сейчас лучше всего снимать на айфон. Почему? Потому что он картинку обработает лучше любой камеры. То есть, у него в ритмические эти штуки, ну, у меня сейчас вот такой вот объективчик, а я же не искаженный в камеру, а должен-то быть не выполнить. И если знаете, что такое смена 8М, к ней близко вообще нельзя было подходить. Теперь, почему хроматил синий, а не зеленый. Зеленый лучше, насколько я знаю. Но, там у конструктора звукчатые колеса, где-то, я не понимаю, ну, вот, они синего цвета. Очень много деталей синего цвета. Так, а почему здесь тогда синий? Ну, наверняка мы снимали что-то зеленое. То есть, мы хроматил меняем зеленый на синий. Вот. А, ну, вот здесь он, наверное, зеленый, а там синий. Ну, эту фотографию я просто сделаю на Facebook, чтобы быстро. И сегодня, вот я очень много потратил времени, чтобы это найти. Дальше, ну, есть дорогие программы типа Final Cut Pro. Это программа для MacBook. Он все сделает за вас. Да, давайте сейчас попробуем видео. Теперь, да, Юлия Борисовна, этот вопрос, я хочу обязательно про него поговорить. Так, про неатомарное видео. Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал ZTE, и рубрика весело и полезно. Именно в этой рубрике мы собираем и играем в наборы Vex Robotics отходим. Нам нужно хитрости конструирования. Так, где же они? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее видео целиком и полностью посвящено конструированию. Поехали. Сразу же скажу, для того, чтобы научиться конструировать, необходимо много конструировать. И вот вам первая задача сделать длинную указку. Я сделаю длинную и удобную указку. Поехали, идиот. Я совершил очень распространенную ошибку начинающих робототехников. Соединил две части при помощи одного соединяющего элемента. В данном случае четырехмодульного штифта. Совсем другое дело. Смотрите, вот это первое видео, оно в этом должно было закончиться. Первое правило. Соединение происходит всегда в двух местах. Продолжим. Теперь создадим деталь, которая состоит из трех элементов. Понятно, что это будет треугольник. Обратите внимание, я везде креплю на один штифт. Мы видим, что у нас получилась очень жесткая конструкция. Продолжим. Соберем четырехугольник. четырехугольник не получился у нас достаточно жестким. Как же достичь жесткости? Первые два способа вам уже понятны. Воспользоваться штифтом и соединить любые две детали. Не очень жестко, но уже что-то. Второй способ превратить наш четырехугольник в два треугольника. двеугольника. Это очень жесткая конструкция. Ну и последний способ. Он известен всем людям, которые хотя бы раз собирали шкаф. У шкафа имеется задняя стенка, которая сделана из вот такой тоненькой фанеры. Попробуем сделать то же самое сейчас. Это обычный лист канцелярской бумаги формата А4. Мы получили очень жесткую конструкцию. Подобным образом устроен и шкаф. Для того, чтобы ваши роботы были эффективными, маневренными и быстрыми, они закончились. Необходимо их делать не только прочными, но и очень устойчивыми. Для того, чтобы разобраться в этом, превратим нашу двумерную рамку в трехмерную фигуру. У меня получилась фигура, называемая параллелепипедом. В данном случае это прямоугольный параллелепипед. Я специально его собрал таким образом, чтобы он был достаточно жестким вот в этом направлении и очень нежестким вот в этом. Разберемся, когда параллелепипед начнет заваливаться. Смотрите, при небольшом наклоне все в порядке. Для того, чтобы фиксировать наклоны, я воспользуюсь штифтом. Пожалуйста, параллелепипед сохраняет некоторую устойчивость. Наклоню еще больше и зафиксирую это. Параллелепипед заваливается. Если мы разберемся с тем, почему это происходит, то сможем делать абсолютно устойчивые конструкции. Итак, я снова фиксирую свой параллелепипед и воспользуюсь прибором, который сделал из простой канцелярской скрепки и резинки. А резинка здесь необходима только для того, чтобы вам было лучше видно, что происходит со скрепкой. Пересечение диагоналей я устанавливаю в мою стрелку. Обратите внимание, стрелка направлена вниз. осуществим наклон нашего параллелепипеда. Он сохраняет свою устойчивость и линия нашей стрелки по-прежнему попадает внутрь основания. При дальнейшем же наклоне линия нашей стрелки в основание уже не попадает. Происходит заваливание. Таким образом, вот вам методика построения наиболее устойчивых фигур. Нам необходимо смещать центр масс. Для этого необходимо либо нагружать основание, либо делать его большим. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока! Так, возвращаемся к презентации. Ну вот, смотрите, мне очень нравится это видео. Я даже посмотрел сейчас, я очень требовательна ко всяким неточностям. Кстати, очень люблю показывать детям мультики Сутеева на занятиях. Там вообще уважение. То есть, там вот есть всякие кривошипно-шатунные механизмы, прялка, еще что-то. Эти мультики в 60 лет, а там вообще это уважен. А еще я люблю всяких фиксиков показывать. Ну и мы обсуждаем, где ошибки элементарные. Вот здесь я сейчас не нашел ничего у себя такого, но это три ролика. Это реально три ролика. Ну, это ролик, наверное, года три. Так, а что еще? А, идем дальше. О, ну вот мы подходим к концу. Смотрите, для меня очень важно обсуждать что-либо. Для меня очень важны высказывания. И вот этот видеоблог, он появился как такой ответ на то, что я очень люблю что-то рассказывать. А очень много рассказывать детям это очень плохо. Вот очень очень плохо. Важно, чтобы они работали и мы обсуждали то, что они делают. Они рассказывать не могут. И вот мы с Егором такую штуку запустили. Далее. Смотреть это на втором месте после того, как что-то делать. Ой, мне очень нравится это подход к приглашению к размышлению. Размышление всегда хорошо. Мнение прекрасно. Вопрос отлично. Вот чего я не люблю это оценки. Я такой нетипичный учитель. Я ребятишек к этому приучаю. Я не люблю говорить ты молодец. Я говорю ты классно сделал. Это здорово. Это быстрее. Это аккуратнее. Это точнее. Но не ты молодец. Потому что когда аккуратнее, точнее быстрее я могу циферку положить. Вообще то, чем я занимаюсь это всегда то, что можно положить на стол. Это очень важная штука. И детей к этому приучаю. Изучил пропорциональную функцию. Покажи чем она отличается от другой. Теперь я хотел докладчик должен ударить живой и любой подмет заинтересует. Это тоже очень важная штука была перед тем как мы начали делать этот блок. Я работал с Сергеем Походниковым в хрошколе. Он создавал что-то великое. Это было лет шесть назад. Ну, два или пять года назад он ушел оттуда. И вот он все время старался сделать такой технологичный учебный процесс, чтобы дети сами ну, это еще хорошая и полезная, но есть свои минусы. Чтобы преподаватель максимально выключался. Чтобы он не чтобы он своей харизмой ребенка не цеплял. Чтобы он не подсаживал его себя. Ну, безусловно, подсаживать на себя это плохо. Но, к сожалению, к сожалению, изначально ты очень часто увлекаешь своей личностью, своим фанатичным отношением в дело у ребенка. Вот с этого начинается. и, к сожалению, это вот как да, да, типа от души дети потянутся, но важно тут не переборщить. Ты не родитель. Это важно для ничего но он должен тоже уметь тебе сказать пожать руку и уйти. Это очень важная вещь. Что еще сказать вот здесь это вот как знаете физики сначала очень неправильно а потом рассказываем как более правильно. Как более правильно оказывается тоже не совсем правильно. И вот у нас все время вот эти абстракции нарастают. Мы показываем сначала свое фанатичное отношение к делу, к своему предмету и так далее. и только потом мы объясняем что ребятки вы должны быть сами по себе у нас мы рано выходим на партнерские отношения но это ребенок должен почувствовать эти партнерские отношения. Правда это уже наверное к видеоблогу отношения не имеет. Слушайте будет здорово получить от вас обратную связь потому что я очень много увидел мыслей которые я бы называл это вот у меня мысли а здесь очень конкретные вещи мне очень понравилось как вы коллеги в это включились про атомарность еще что-то ну вот отзыв это очень важно любой фидбэк это важно любое мнение это важно вот кстати здесь очень много люди спорят друг с другом очень много не соглашаются и никак на это не реагируют мне это очень непривычно так давайте может какие-то вопросы вот у меня когнитивное искажение проекции случаем когнитивное искажение ошибка проекции должна была быть так а это я чатик листаю пишите вопросы я доступен в сети фейсбук я не написал адрес канала но он есть есть учебник по технологии но он правда там не редактирован мы во скором времени на бумажном носителе выпустим вот вы можете почитать на векс академии там есть всякие спорные предположения например откуда взялись иголочки мы предположили что это у рыбы взяли ребрышки или у мелких зверюшек но то есть это вот сама технология изготовления одежды я преклоняюсь перед килограмм любви а может быть надо вопросы зайти вроде нет павел юрьевич как я ведь не сам сам олег у меня есть собственный вопрос свой вот что я заметил в последнее время ряд образовательных роликов или передач пытается делать наше телевидение но у них как-то это не получается у меня такое впечатление что самодеятельные видеоблогеры делают это гораздо лучше они начинают как это говорит плюсовать делать ударение на каждом слове такое впечатление что они вот заточены на пропаганду и пытаются также делать учебное видео вот что но с другой стороны я вижу ваших роликов то что вы как-то самостоятельно учитесь какими-то приемами профессиональными видео и телевизионными а что-то подменяете каким-то своим опытом вот не могли бы по этому поводу что-то рассказать что вы черпаете у профессионалов а от чего отказываетесь и почему вообще главный вопрос почему видеоблогеры в обучении ну точно переплевывают телевидение то есть профессионалов которые могли бы на самом деле делать гораздо лучше у них все условия для этого есть есть финансовые условия есть профессиональное видение видеоряда и так далее тем не менее у них это не получается почему у вас получается а у них нет вот мой вопрос за вашу оценку значит смотрите тут много вопросов надо бы постараться все тезисы не забыть значит первое у нас разные цели все-таки у меня важно образование вот это важный образовательный контент и тут самое сложное вот что ну вот есть какое-то мое понимание объекта а рассказать я только вот так могу ну во-первых это для школьника во-вторых для школьного учителя во-вторых когда говоришь смысла становится меньше а у них задача развлечь вот это у них задача удержать аудиторию во что бы это ни стало но точно не донести какую-то интересную понятную мысль вот это раз второе про бюджеты у меня сын у меня какие-то энциклопедические знания и они целиком полностью из ютуба и у него есть такой любимый блогер мабикс я может быть неправильно произношу у него 10 миллионов подписчиков ну давайте я вам тоже расскажу про сумму которую мы получаем с ютуба это где-то 750 наверное рублей в месяц вот значит насколько слышал статистика такая 100 тысяч просмотров одного ролика это 16 тысяч рублей ну то есть 10 миллионов это 160 тысяч миллион 600 ну вот представьте это нешуточные деньги но этот мамикс это какой-то студент какого-то элитарного технического уже в Москве вот и это ну у него получается очень здорово и он очень старается не уважать вот смотрите это самая большая проблема меня очень сильно возмущали учебники по физике когда я еще был студентом когда учился в аспирантуре ну там например магнетизм определяли объясняли есть такая гипотеза ампер ну это гипотеза которая из обихода 150 лет назад вышла современное объяснение оно немножечко лучше ну в смысле не современное объяснение научное а то объяснение которое можно было бы преподнести нормальным детям чтобы они поняли а что касается телевидения они этим вообще не заморачиваются очень часто случаются вот такие штуки что приходят телевизиончики так Юлия Борисовна я сейчас отвечу на ваши ну это не вопросы правда это ваше мнение но я во многом согласен так но тем не менее вернемся телевизиончики очень часто приходят например снимать ребятишек которые занимаются техническим творчеством и они просто даже имена не изменят а потом какие-то имена вставляют еще раз у них совершенно другие задачи так давайте Юлия Борисовна читаю структурное знание работа с ним разработку структурного знания это формирование мышления безусловно но это видимо на одной чаше весов а творчество и проживание этой академии строгой информации это на другой стороне ой слушайте ну я сейчас вряд ли это прокомментирую потому что это очень большая штука над которой надо серьезно думать над которой надо серьезно думать потому что я не знаю с чего с точки зрения построения урока я сейчас не проведу блогинг лучше начинать с того что ребенок что-то делает чувствует себя автором чувствует себя ответственным за то что он сделал да даже если это какое-то субъективное открытие и после этого общение с педагогом происходит совершенно на другой основе и совершенно по-другому происходит структурирование информации с одной стороны с другой стороны то что вот сейчас творится что каждый может высказаться еще что-то поток вот этого вот творчества никакой основой какой-то базы еще чего-то это ужасно я тут хочу знаете что еще привести к примеру кто-то тоже контрдоллар я забыл человек который откопал трое Шлиман ну в общем вот часто его приводят в пример что вот никто не верил а он приехал а он не трое откопал то есть он срыл огромное количество слоев исторических он что-то более древнее чем трое то есть лучше бы попозже раскопали чем вот такой вред историческому наследию был нанесен так дальше где-то еще сначала нужно понимать что это так а вот это важная штука сначала нужно понимать четко-четко конкретную аудиторию подлудно уже разрабатывать тогда успех это не инфицированная задача есть уровень короче говоря это вот прям на сто процентов поддерживаю но здесь есть вот какая штука мне периодически важно высказаться вот и я получается высказываюсь в основном для учителей которым было бы интересно ну это все опробовать и так далее аудитория таких учителей она очень небольшая вот мы специально не делаем такой вот контент чтобы он был исключительно развлекательный вот наверное эта аудитория была бы побольше мы пытались попасть в аудиторию отцов вот есть ли такая аудитория насколько она большая потому что спасибо ваши высли оригинальные эти мусыны ну видите еще раз мне меня немножечко смущает что я как-то вот не очень хорошо все обобщил ну я думаю что у меня на это уйдет полгода это точно потому что я не задумывался я делал и делал вот да спасибо взяв на веру слепого гомера но к сожалению вот еще раз говорю о хорде так не работает но с другой стороны может быть никто бы туда бы не пошел бы никогда бы рыть это очень сложная такая штука вот не навреди и не налезь да да не навреди и ну давайте еще вопросы а вот у меня вопрос тогда к Павлу Ютьюб а есть у вас такая возможность ну чтобы как форум был какой-то чтобы какой-то покрык дискуссия люди могли оставить или там порассуждать ну конкретно форума у нас нет у нас есть канал профильный давайте я оставлю его координаты не канал точнее место на фейсбуке которое называется группа контента медиа в обучении в онлайн обучении сейчас я оставлю ее это наиболее подходящее место где можно оставлять свои суждения если нужен если нужна площадка вот она ну а так я уже всех призвал подписаться на ваш канал можно наверное там оставлять комментарии да это тоже хорошая площадка я кстати всегда использую когда мне что-то надо адаптера я просто пишу комментарии к ролику и говорю там вот а не оставите ли вы например презентацию или еще какой-нибудь вопрос и со мной всегда делятся информации дополнительные там ссылками и так далее так что я всегда считаю что youtube канал это место не только для выкладывания роликов но и например для контакта с автором получения какой-то дополнительной информации вот так ну вот у меня вот два таких два таких предложения либо ваш канал либо вот это моя группа где мы обсуждаем подобные вопросы я надеюсь там можно будет это все обсудить специального канала для директ академии у меня нету есть страничка директ академии да но она именно страничка не как группа и там трудно именно обмениваться мнениями вот так что предлагаю вот этот вот вот эту вот группу для обмена мнениями кроме того я вам могу прислать список участников с e-mail и наш сегодняшний чат для анализа вот дальнейшего так что вот примерно вот примерно так дидактическая единица вот это просто попробуй додумайся это браво Иванов Андрей Семенович раз два три четыре пять пять слов вы знаете многие теоретически понимают это вот насчет дидактической единицы но реально воплотить это достаточно сложно достаточно сложно поразбить свои свое обучение то обучение которое ты производишь на дидактические единицы вот в видео смысле это не всегда получается иногда хочется сказать что-то дополнительное вот вы сами говорили что делать задел на будущее или говорите об одном приходится вспоминать о другом и так далее вот это это тоже искусство разбивать на дидактические на строгие дидактические единицы все я говорю что это на уроке хорошо а давайте кому вот эту тему немножко разобьем мне кажется что интернет он строится на гиперсильной основе а в этом смысле все должно быть очень томарно и это удобно вот эта гиперссылочность чик-чик-чик-чик-чик-чик побежал и вот поэтому здесь я за то что даже не одна тема одна дидактическая один ролик одна страничка одна дидактическая единица и так далее вот потому что основа интернета он цифровой же на такой бинарной что ли логике основа квант знаний да я не думаю что это хорошо на лекции на каких-то ну на традиционных формах здесь наоборот нужно показывать что все связано что угодно что самая дикая связь может быть температура от войны не знаю или войны от температуры вот а вот в интернете информация она вот так на мой взгляд должна структурироваться чтобы быть более интерактивной вот вы совершенно точно заметили насчет интерактивности и квантования я хотел бы отметить что например в википедии есть даже такая специальная работа что ли не знаю как это назвать которая называется увеличение связности статей потому что статья сама по себе это нечто но когда мы создаем связанные статьи мы создаем новые смыслы то есть всего лишь созданием связности не созданием нового контента а созданием связности мы создаем новые смыслы и делаем статьи более подходящими для обучения. Потому что несвязанные статьи – это одно, а по связанным уже можно ходить, искать смыслы, продвигаться дальше по пониманию и так далее. Вот как-то так. Да, да. Спасибо. Ну что ж, коллеги, мне кажется, у нас сегодня получился замечательный вебинар, который вылился в замечательную беседу в конце. Я бы с удовольствием Олега пригласил бы еще, если он согласится, если у него будет время. Мне понравилась и сегодняшняя аудитория, которая была неравнодушна. И то, как получился у нас сегодняшний вебинар. Если у нас получится в следующий раз, мы попробуем технические проблемы порешать заранее, с каналами, с загрузкой и так далее. Но тем не менее, большинство того, что мы хотели показать, мы показали. Огромное спасибо Олегу за его работу и за его канал, потому что я вот честно говорю, знаю Олега дольше, чем знаю его канал. Когда я впервые вышел на его канал, я совершенно по-другому увидел этого человека. То есть, я сразу подумал, блин, вот супер. Вот как бы раньше не обращал внимания, раньше видел его только в Facebook и вот на тебе вот то, что надо. И с той поры как раз и загорелся целью пригласить его. Вот это мечта сбылась. Ну, надеюсь, что-то еще у нас получится. Если получится, если будут еще идеи новые и как-то мы их сформулируем. Олег, огромное спасибо вам за то, что пришли. Да, у вас там сейчас третий час ночи и я желаю вам спокойного сна и потом... Да. Всего доброго. А нам хорошего понедельника здесь на территории России. Хорошего продолжения дня. Приходите на вебинары Директ Академия. Мы будем стараться пригласить для вас хороших спикеров. Счастливо! Счастливо!